Этому человеку Побывал в 68 странах мира Он прошел через эти страны Семь экваторов И этот человек сидит рядом со мной Это знаменитый путешественник Фотохудожник Журналист-международник Игорь Ермолаев Наконец, Игорь, я все про тебя сказал Что знаю и чем, наверное, все-таки Вот этой краткой информацией Можно охарактеризовать Всю твою путешественническую жизнь Спасибо за такие добрые слова Сейчас ты вернулся и Целона Это уже третья передача В тех двух мы гоняли чаи Прямо здесь во время прямого эфира Сейчас этого нет Потому что чай кончился Целонский Нет, для вас нет Приходите домой Но вот это вот ощущение экзотики Которое ты принес сюда к нам на телевидение По-моему, у тебя до сих пор осталось Давай об этом Конечно Вот первое я знаю Животных ты снимал и там в джунглях И снимал в зоопарке И ты сказал, что там, на Целоне Самый большой зоопарк в Азии Правда ли не прав? Ну, по крайней мере, он один из самых знаменитых Конечно же, мы имеем вот в Николаеве Самый лучший в Украине зоопарк Мы этим очень гордимся И кому, как николаевцам Интересно будет посмотреть Какие животные в других зоопарках мира Как они живут там В каких условиях И вот в 14 километрах от Колумба Есть замечательный зоопарк Он очень известный Там бывали и короли, и президенты Его высоко ценил Джеральд Даррелл И у меня есть небольшой сюжет Который рассказывает об этом зоопарке Посмотрим? Давай посмотрим Если надо, будем комментировать Вот эта музыка и сразу вспоминается Конечно Незапьянные в мире животных Ну, как же ж Конечно Никуда же не денешься Песков, дроздов Да, это ностальгия Люди-легенды, да Я когда-то не был лично знаком Но вживую видел Дроздова еще Замечательный, интересный человек Ну, а как известно из моей биографии Юрий Александрович Сенкевич Много сделал для меня Игорь, а кто был Помнишь, он все рассказывал о зоопарках Европы Такой полненький Он погиб в зоопарке Ты знаешь об этом человеке или нет? Погиб в зоопарке? Погиб Его ударил скат А, так вы имеете ввиду иностранца Иностранца? Да, да, был такой иностранец Австралиец, если я не ошибаюсь Я не помню Его ударил скат Это был иностранный корреспондент Да, он плавал со скатами И, к несчастью, один из скатов Как раз ударил его шипом прямо в сердце Да, да, да Да, такой, конечно, замечательный человек Царство ему небесное Ну, вот я смотрю на эти картинки, да И думаю, как-то невольно напрашивается сравнение с нашим зоопарком Правда же? Конечно, смотрите, так же, как и в нашем зоопарке И здесь просторные вольеры, чистота Кстати, очень замечательный директор там Женщина, в отличие от нашего уважаемого Топчева Вот, провела меня по всему зоопарку Показала, рассказала Деньги платил? Платил деньги за вход? Или если платил, то сколько стоит? Вы знаете, нет, она любезно меня даже пригласила пообедать Но я вежливо отказался Это чисто украинское хлебосольство Да, да На территории зоопарка чудесный ресторан В таком интересном, назовем так, тамильском стиле Понравилось, все животные очень ухоженные Вольеры чистые, везде указатели Вообще, скажем так, парки, национальные парки На Шри-Ланке, они на высоте На высоте Ну, как много там бывает посетителей со всего мира? Вообще, это рентабельное предприятие? Будем говорить, как уже так, чисто Ой, наверное, трудности перевода не позволили мне выяснить Такие тонкости уже Да, но, скажем так Скорее, она неприбыльная тоже, наверное, идет дотация какая-то Потому что посетителей было немного Возможно, потому что рабочий день Добавлю, что в зоопарке около 400 видов животных А всего, по-моему, более 3000 животных, птиц И насекомых в том числе Тут даже особый есть парк бабочек Под сеткой Свой белый тигр есть Посмотрите, какая прелесть Водопадик там какой-то Конечно Искусственный Замечательный зоопарк, конечно Ну, вот такая вот история первая, да? Вот оно же остается у тебя где-то вот через этот фотоаппарат, который ты сегодня Конечно Наснял более 30 гигабайт фотоснимков Я надеюсь, что по их результатам будет интересная персональная выставка Ну, посмотрим Я почему тебя это спрашиваю, потому что ты сказал, что у тебя было три каких-то очень важных пункта, которые на тебя Цейлон произвел на тебя таким образом, что ты не можешь об этом не рассказать Это тебя каким-то образом, ну, покорило и так далее Конечно Вот первое, это был зоопарк Зоопарк, да А второе? Второе, это пещерные монастыри Вот, их два Дамбула, Мулригала Ну, наиболее крупнейший в Азии Вот это как раз самый крупный в Азии Это Дамбула Я вам так скажу Это, в общем, абсолютно потрясающее впечатление Там просто теряешься во времени Это в высоте 350 метров в скале Красивейший монастырь внутри прямо Там более 150 статуй Будды На стенах изображения более тысячи изображений И все это очень красиво, любовно выписано Скульптуры, ну, как живые И такое впечатление, что там какие-то прямо аж ты впадаешь в особое состояние Вот близкое к нирване Эти монастыри раньше использовались для погружения в специальное состояние Так называемое самати, самадхи Ну, как вот в различных культурах То есть достижение нирваны И скажу так, по крайней мере настроение Очень хорошо поднимается после посещения Ну, и эстетическое наслаждение Впрочем, давайте посмотрим Да, и попал немножко уже говорит все это дело Давайте покажите Храм Золотого Будды на подходе к этому монастырю Кстати, более 50 скульптур Будды в нем покрыто золотыми листиками И поэтому и этот храм, и монастырь еще называют золотым Я там был всего лишь где-то час, ну, полтора от силы Ну, мне так, по крайней мере, казалось А когда вышел, оказалось, прошло три с половиной часа Это много перемещений, да? То есть абсолютно была потеря во времени Потеря во времени, да Да, и не исключено, что там есть какая-то особая, ну, что ли, зона Ее называют иногда геопатогенной Нельзя это назвать атмосферой, к примеру Геопатогенной Да, что-то вот такое, да Да-да-да-да-да Которая просто действует какой-то силой своей На живое существо, на человека в данном случае Да-да-да, добавлю, что это вот, ну, как бы, можно сказать, уникальные съемки Потому что вообще запрещена съемка Ах, так Да-да Ты уже научился быть приветливым с монахами И они тебе верят, и ты начинаешь все это подпольно делать Ну, я просто не афиширую свою съемку Еще добавлю, что вообще очень неблагоприятные условия для журналистики на Шри-Ланке Почему? Надо делать специальную визу и получать множество разрешений А требования, ну, чрезвычайно некоторые даже, ну, близки к абсурдным То есть это очень-очень неблагоприятно И самое интересное, работники музея об этом знают И каждый раз запрашивали у меня специальную визу Специальную... Да-да-да-да Да, специальную аккредитацию Хотя у меня с собой Журналистское удостоверение международного образца ЮНЕСКО А это объект ЮНЕСКО Я даже номер знаю, по-моему, 351 объект ЮНЕСКО То есть, в общем, не совсем законно Ну, не будем о плохом Вот посмотрите, какой расписанный потолок Это каменный Ну, вот это меня удивляет Почему? Потому что все-таки вот это идет от их все-таки национальной культуры Ну, где у нас, может быть, или в Европе Где расписанные статуи будут стоять? Да нигде, всегда это в одном тоне И в Италии, и во Франции, и в Германии И у нас, и где угодно, правда же, да? Ну, да, своя какая-то культура А здесь все-таки вот они так видят весело этот мир, мне так кажется Хоть они все-таки понимают, что все-таки это божество, это статуи, они веруют Тут какое-то почтение, такое религиозное какое-то отношение к этому, не правда ли, да? Конечно Я еще добавлю, что эти краски натуральные И каким-то вот непонятным способом они сохранились за более чем две тысячи лет Вот это храм! Да, потому что этот храм, это первое столетие до нашей эры Это как покрасили один раз, так и на веки, на тысячелетия Да, на тысячелетия, это просто потрясающе Но я скажу, там какой-то и особый микроклимат Вот именно такой консервирующий, что ли, вот климат Я бы вот прописал посещение этого монастыря как средство, лекарство от депрессии Я вам скажу так, ну, умиротворение полное В общем, дороговатое лекарство от депрессии Дороговатое, да, учитывая, что и входной билет там стоит 30 или 35 долларов, представляете? Причем какой-то дифференциации нету То есть как японец с зарплатой 8 тысяч долларов платит эту сумму Так, образно говоря, и украинец с их зарплатами обязан платить Ты иностранец Игорь, ты как-то в прошлый раз сказал Мы не успели рассказать какую-то такую историю Которая связана с опасностью И с какими-то такими вот такими вот контрапунктными делами Вспомнишь сейчас? Да, да, да Ну, там была необычная ситуация первый раз в моей жизни Я обычно хорошо все планирую, заранее узнаю Значит, было это за два дня до вылета из аэропорта Маталы Я выяснил у компетентных людей, как часто ходят автобусы, откуда в этот аэропорт Все выяснил, автобусы ходят каждый час Причем я выяснил, что ну такого понятия, как там самый поздний автобус нет Ну потому что, ну сами понимаете, аэропорт это же круглосуточное движение Вот, прибываем, это из города Хамбантота Вылет, рядом находится аэропорт в 34 километрах Прибываем заранее в этот город Хамбантота Еще где-то, ну, чуть ли не за день до вылета И выясняется, что последний автобус в аэропорт уходит в 4 или в 5 часов А я прибыл в 6 И все, как хочешь таки добирайся А самолет рано утром, понимаете? Ну, я не унываю, думаю, ну пойду пешком А сколько километров? 34 километра Опа! Да, думаю, буду ловить попутки Вот это А таксисты же там вокруг, давай-давай, деньги-деньги Там 10 долларов, 15 долларов Да я думаю, ну как-то автостопом проеду Они говорят, а вы что, не знаете, что там слоны могут напасть? По дороге? Да, вы когда будете у нас вот темнее часов в 9-10 Да, слоны могут просто вот напасть на человека, который идет с фонариком Да? Ну да Ну думаю, ну что, что такое, какие-то бешеные слоны у них Ну не может такое быть, мирное животное Вот, и стал выяснять, в общем, выяснил, что можно добраться не вот это, в общем, хамбантота Аэропорт на промежуточный пункт А там уже остается 12 километров Вот, ну в общем, как-то там автостопом на автобусе я добрался Но это еще не все Прибываю вечером в аэропорт Ну у нас, ну как, аэропорт, это должен быть как праздничная елка Светится, множество людей ходит и так далее Аэропорт темный и закрытый Представляете? Оказывается, у них закрывается это все на ночь И никто не приезжает Полицейские с удивлением увидели, кто я Посмотрели билет, ну действительно, он утром вылетает А что ты приперся сюда? Да, что ты вечером приперся Я говорю, так, а как же к вам утром добраться? Ну на такси Ну на такси, точно как в Николае Ну конечно, 34 километра на такси Да, извините, не с нашими доходами Ну в общем, в виде исключения проверили документы Ну поступили порядочно Говорят, вот провели на зал ожидания Говорят, вот ваша зона, вот этот стульчик Туалет, все Это еще не все Нет Оказалось, почему такая история? Во-первых, те люди, которые меня консультировали Они ошиблись, начнем с того Потому что аэропорт этот еще недостроенный В нем нет, представляете, ни дьюти-фри Ни кафешек, ни, скажем, каких-то там, ну сопутствующих учреждений То есть он еще недостроенный Вот в чем причина И действительно, буквально за полтора часа до вылета Приехала куча такси, тук-туков Приехали люди, да, и мы благополучно улетели Вот, ну конечно, это будет урок Десять раз переспросить, выяснить Ну, самое главное, что успел Все Ну, каким ты языком пользовался там? Английским? Английским, да Вот, их очень трудно понять Такая вот смесь тамильского, хинди Еще там, по-моему, язык сингали Вот, некоторые, они думают, что они знают английский Они такое говорят, причем учитель английского языка Понять очень сложно Акцент плюс использование местного диалекта Ну, куда деваться А какой случай у тебя был такой Когда ты думаешь Ну, безвыходное положение Вот, это почти безвыходное положение было Ну, не, справился бы как-то В крайнем случае, пошел бы и со слонами бы договорился Да? Конечно, достал бы из рюкзака бы еду, бы покормил бы и все Все было бы хорошо Безвыходных положений не бывает Как говорил Барон Мюнхгаузен, помните? Да, да, да Конечно, нет, такого не было Ну, хорошо Были ситуации с океаном Это, кстати, третий сюжет, который больше всего впечатлил океан Потому что это, в конце концов, остров Сейчас мы будем ее давать Об этом я хочу особо с тобой поговорить Знаешь, почему? Вот не был я ни разу на океане Но не был Вот Черное море, вот Балтийское море Балтийское в Ленинграде Где-то там, там наверху какое-то еще Петерозавод что-то Но на Тихом океане не было Ни на каком океане не было Отличается, вы знаете Чем отличается Это вот сейчас мы будем уже смотреть сюжет Чем отличается вот эта вода, вот эта аура, вот все понятие Не морское Вот они уже пошли Показывают Вы знаете, значительно отличается Волна, она гораздо больше, чем на море И этот сюжет может быть даже И на половину эстетически, а на половину предупреждения Очень осторожно купайтесь Значит, существует понятие отливной волны Когда ты, когда заходишь И не чувствуешь ногами дно Так это и море есть Тебя не так Ну так здесь просто море мощнее Там это редко А тут почти всегда И тебя норовит сразу утащить в океан Вот это я вам скажу сразу Вот иногда, когда вот такой попадаешь Да, вот чувствуешь все Безнадега тебе унесло Но тут надо набраться хладнокровия И плыть поперек Не бороться с волной А поперек И выйти из вот этой вот отливной волны Ну ощущение, конечно, очень страшное Когда тебя быстро уносят в океан И второе, сама по себе волна океанская Она настолько большая, что она сбивает с ног Несет, вот даже на тебя, если вот такая вот Пол метра, метр идет волна Она тебя сносит как щепку Сразу Поэтому нужно всегда, вот кто отдыхает В тех районах, Таиланд, Индия, Шри-Ланка Очень внимательно смотреть на предупреждающие флаги На пляже Если зеленый, можно купаться Если синий, можно, но с осторожностью Красный, лучше не заходить Поверьте, тут не до шуток Также, конечно, смотреть акулы Только появляется плавник акулы Сразу на берег Ногами высматривать Нету ли опасных раковин Вот это самое Это же опасно Конечно Ты же не узнаешь, что там оно Да, поэтому, знаете, это все красиво Но это и коварно Это вот на самом деле волны Где-то 2-3 метра Это они тут кажутся маленькими Не, но ощущения есть Есть, но все равно океан, конечно, и манит, завораживает И точно как в Индии заходят туда Женщины не заходят купаться Только мужчины раздеваются Они в одежде, да, заходят Это, конечно, незабываемое впечатление Вот сочетание, видите, грозового неба, океана Это просится на картину художника Да, у тебя здесь удача на все И вот этот берег какой-то получился зеленковатый И вода зеленковатая Вот такое и есть Изумрудность все так каким-то образом смешалась Что ощущение такое и реальности Кстати, уникальный храм на острове И я вам скажу так, что это не предупреждения, не шутки Тонут, очень часто тонут И иностранцы в том числе И они с удивлением смотрят, как белые заходят в воду Поэтому, кто туда планирует путешествие Будьте, пожалуйста, осторожны Рад приветствовать вас в самой южной точке Шри-Ланка Раньше я был на самой южной точке полуострова Индостан Это же место называется Дондра Южнее уже только Мальдивы и Антарктида Самая южная точка Шри-Ланки То есть, дальше бесконечный океан до Антарктиды Ага Понятно Ну это Индийский океан, да? Да, Индийский Причем вот то, что все эти предупреждения Они касаются как Атлантического океана Так и Тихого, и Индийского Да, пожалуй, и Северного Ледовитого Там тоже была когда-то ситуация Были байдарочные экспедиции в районе Северного Полярного Круга И я вам скажу так, что байдарки иногда просто ломало Вот идет небольшая совсем волна Она вот так ставится байдаркой И все, и она ломается Поэтому океан, он и прекрасен, и коварен Ну вот, интересно Интересно вот еще, знаешь, что Как ты потом, вот все это Когда у тебя наступает ностальгия по следующему путешествию Когда уже ты не выдерживаешь Ну, понимаете Такого практически никогда не происходит Я ситуативно решаю такие вещи Если приходит какая-то интересная акция на перелеты Как, например, вот тут В данном случае это были очень дешевые билеты У меня что в Индию, что... Ну, расскажи немножко подробнее Ведь все же люди... Вот сколько это стоило, короче Сколько это стоило? Значит, начнем с того совет Как это делать? Надо подписаться на акционные предложения Известных авиакомпаний Air Arabia, Fly Dubai, With Air И рано или поздно приходят интересные акционные предложения Конкретно, я вот летал в Норвегию Это было 17 евро В Польшу это было где-то 300-350 гривен Из дальних поездок Вот, пожалуйста, это было 350 До этого было 250 долларов То есть, учитывая это огромные расстояния Это, ну, сравнительно небольшие стоимости Вот Поэтому отталкиваемся от этого А так вообще, ну, планов задумано много У меня, допустим, можно так сказать Разбросаны удочки по всему земному шару От Индонезии до Занзибара В Южную Америку я постоянно мониторю Бразилию, Аргентину, Центральную Америку Кстати, вот Южная Америка, она безвизовая Практически вся для граждан Украины То есть, важно только найти туда акционный перелет Ну, а вопрос с транспортом и жильем Я уже давно научился находить Это такой практически универсальный алгоритм Для разных стран мира То есть, вот ждем, ждем, вот такие моменты Вот А такое, какое-то понятие, такой ломки нет Я живой человек со всеми его проблемами и заботами Говорится, сам тут и приготовить, и постирать И покушать, и приготовить, и помочь престарелому отцу Это все на мне, и никто же не отменяет Здесь, здесь тоже Да, журналистскую мою работу В двух газетах, в журнале Поэтому я не могу себе позволить постоянно ездить Вот это бывает 3-4 раза в год максимум От недели до месяца Где-то я читал или в интернете Я еще добавлю, что это не приносит никаких доходов Вот только же я это тебе хотел сказать Да, к сожалению Потому что, если какой-нибудь едет француз или американец Журналист-международник, он все это снимает Он в ходу продает хорошо это дело Конечно У нас в Николаеве нигде ни на Украине, нигде вы ничего не продадите Увы, увы, да На одном из известных телеканалов на следующей неделе выходит мой сериал Путешествие с Игорем Ермолаевым Вот, это тоже, в общем, такая моя, скажем, волонтерская работа Вот, то есть практически это В Николаеве очень трудно на этом заработать какие-то деньги Но я считаю, что что ты спрятал, то пропало Что ты отдал, то твое И мне хочется, чтобы, так сказать, километры моих кино- и видеопленок Они, их увидели люди Чтобы порадовались Чтобы получили что-то полезное Какие-то советы, интересности на будущее То есть это обмен информацией, обмен своими знаниями Это и фильмами, фото Это, ну, в некотором роде творческое бессмертие для нас, фотохудожников, видеооператоров А ты не устаешь? От чего? От этих поездок? Ну, конечно, есть определенная усталость Я похудевший очень приезжаю Слушай, люди устают просто здесь, в Николаеве жить Потому что много забот, много работы, много быта Много там и хороших каких-то творческих вещей Так устают А если туда еще взять себе палатку Нацепить на свои плечи Хоть они у тебя, да, такие, какие надо для этого дела То это все-таки Согласен Это все-таки Конечно, этот быт и на мне, естественно, причем я его сам полностью решаю А в поездке, да, конечно, ты устаешь Потому что еще и чаще всего я руководитель экспедиции Со мной идут люди, за которых я отвечаю Я думаю не только за себя, но и за них Чтобы они были устроены, накормлены Это безопасность это все Продумывать это все очень сложно Каждую минуту, каждый час нужно принимать какое-то решение Какое-то вот Куда ты едешь, где ты останавливаешься, с кем ты договариваешься И не потеряться, опять же, это что уже Опять же, я чаще всего и переводчик И все при этом еще умудряю снимать фото, видео Это все сложно, конечно Я приезжаю похудевшим, килограмма на 3-4 Хотя мне это, ну, как бы По моей комплекции нельзя делать Все равно ты молодец, конечно Потом отдыхаю Пару дней, конечно, лежу пластом Вот Ну, остается впечатление и фото, видео интересное Все, закончился наш цейлон Ждем от тебя новых стран, новых путешествий, новых пленок Спасибо, что ты приходил Пожалуйста Спасибо тебе, приходи еще А вам, зрители, спасибо, что вы нас слушали и смотрели До свидания Субтитры подогнал «Симон»